добрый день сегодня я попытаюсь вам рассказать свое видение и понимание этой вот мифического элемента который называется монада очень активно используется в хаскеле для того чтобы разделять чисто функциональную часть от грязной части вот изучая хаскель я в принципе совсем недавно изучаю я натыкался на разные способы объяснить что это такое и пришел к выводу что практически во всех коротких статьях там рассматривается какой-то один из вариантов монады и это в свою очередь выносит некоторую сумятицу есть там такие более конечно подробные и фундаментальные статьи про монады вот я попытаюсь например показать конкретно по каждому из возможных ну часто встречающихся вариантов вот статья из википедии монада да то есть монада особо этих данных функциональных языках программирования для которого возможно задать императивную последовательность выполнения некоторых операций над некоторыми значениями от хранениями значениями вот в отличие от простой как в императивных языках программирования последовательности да то есть мы практически в любом порядке мы можем писать элементы в монадах каждая операция она имеет один и тот же тип это первое основное отличие монады от императивной последовательности то есть вот под императивной программой мы что можем понимать да у нас программа когда исполняется у нас есть ну например если она исполняется на микропроцессоре в операционной системе то есть некоторый процесс вот процесс у него значит есть оперативная память которая содержится ссылки на различные ресурсы и есть микропроцессор у которого есть регистры так вот выполняя элементарно какую-то операцию ну например какую-то мнемонику микропроцессора мы меняем содержимое этого процесса ну то есть там регистр состоянии регистров может поменяться точнее она не может она будет меняться даже если вы выполнили операцию но у оперейшен который ничего не делает то осуществляется изменение регистра айпи ну то есть это номер инструкции на следующую инструкцию вот это единственное изменение то есть каждая операция она меняет состояние вот этого процесса вот и как бы сам тип процесса при этом не меняется то есть мы не вылетаем из него никуда не деваемся и на может быть конечно всякие исключительные ситуации но это как раз для тех операций которые создают значение вне диапазонов допустимых по своим типам данных и в этом случае там принимается решение у меня есть небольшая лекция как раз по поводу вот этих вот ошибок то есть принимается решение о том либо мы куда-то переходим в определенное состояние в котором состояние процесса в котором мы сообщаемся пользователю сообщения об ошибке либо значит мы останавливаем сам процесс вот в монадах здесь немножко строже то есть здесь каждая операция она имеет свой определенный тип вот можно прямо посмотреть здесь примеры вот пойдем по этому списку то есть некоторые типы реализующие класс монад мы потом отдельно вот это еще тоже посмотрим потому что без вот это очень трудно понять саму суть того что происходит то есть вот есть монада ай используется для работы с побочными эффектами значит здесь сучем что каждая операция внутри этой монады она должна относиться к I.O. То есть это либо ввод данных, либо вывод данных. Причем в Haskell, насколько я понял, там специальным образом даже она внутри реализуется. Вот. Ну, то есть прямо поддерживается компилятором. Давайте рассмотрим пример такой монады. Вот пример. То есть самая известная монада – это main, да? Он имеет тип I.O. с двумя скобками. Значит, две скобки обозначают тип, называемый unit. Ну, то есть какой-то элемент или сущность, можно так сказать. Вот. Здесь используется специальный синтаксис, позволяющий монаду определять как набор вот этих вот следовательных сепераций. То есть мы можем ее скопировать, ее несколько раз, сохранить, перезагрузить и запустить. Мы получим в несколько раз выполненную конструкцию putster.lan. Putster.lan. Что такое, да? У нас это функция, которая переводит строку в вот эту вот I.O. с двумя скобками. Вот я проверил это утверждение, то есть попросил интерпретатор сказать, какого типа у нас есть putster.lan. То есть монада main поддерживает набор вот таких функций, ну, их здесь можно назвать операциями, которые возвращает строго I.O. с двумя скобками. Ну, то есть unit. Давайте вернем его обратно. и маленько перепишем при помощи специальных символов. Первое, с чего я хочу начать, да, видите, я просто приравнял main к putster.lan. Hello World. И при этом программа опять же работает правильно. То есть я перезагрузил и опять запустил main. Ну, вот если я здесь напишу новый putster.lan, она, естественно, работать перестанет, потому что нарушится синтаксис. Ну и значит, теперь хаскель у нас не может привести, хотя он сам типы, конечно, не приводит, но, в общем, он нашел, что то, что мы написали с этой стороны, имеет вот вот такой вот тип. Вот, а на самом деле нам нужен I.O. Поэтому мы начинаем эти две функции связывать в одну. Для этого используется такой частный случай. Ну, это именно в нашем данном случае, потому что putster.lan, он результат предыдущей операции, он на себя не принимает. Результат у нас предыдущей операции это unit, да? То есть, в принципе, он нам в никаком виде не нужен. Поэтому, если мы хотим представить нашу монаду, то есть, последовательность действий, ну, то есть, примерно, три подряд идущих операции, но мы просто вот их связываем этим оператором. У него там есть своя ассоциативность, ну, такая, что сначала выполняется этот оператор, потом этот, потом вот этот. Ну, или это функция, это функция, это функция. Ну, вот мы видим три подряд выполняющиеся putster.lan. Вот, на самом деле, вот, операция связывания двух независимых функций, вот это вот, это частный случай операции связывания с одним параметром. Вот такая операция. Вот, но использовать ее нужно по-другому. следующим образом. То есть, мы должны в качестве второго параметра передать функцию, принимающую значение предыдущие. То есть, будет это выглядеть следующим образом. То есть, результат операции выполнения putster.lan.hello.world передается в лямбда-функцию в качестве первого параметра. То есть, так как у нас putster.lan возвращает iu со скобками, вот, то вот в этот почерк попадает этот самый юнит, который нам совсем не нужен, да. Мы его просто игнорируем, и результатом выполнения нашей лямбда-функции является результат выполнения putster.lan.hello.world То есть, таким образом, что получается, что в таком более функциональном виде, то есть, это у нас двух аргументная функция, да, вот у меня есть, соответственно, левый аргумент и правый аргумент функция. То есть, этот вот оператор связывания, bind называется, да, сначала выполняет то, что находится слева, берет вот это вот значение типа юнит, помещает в эту переменную, так, ну, то есть, она не помещает переменную, то есть, она запускает вот эту лямбда-функцию с параметром вот с этим юнит, и он внутри функции уже присваивается, ну, или связывается с игнорируемой далее переменной почерк. Ну, и результат выполнения этой функции является результатом выполнения PusterLM Hello World, скажем, второго Hello World. Если мы хотим в этой манере продолжить делать дальше, то это будет выглядеть следующим образом. Если все выступы выполнять правильно, да, то получается, скажем, Hello World 3 мы хотим подключить до выступов все, выравнить то, я еще добавил внутрь нашей лямбда функции PusterLM теперь относительно этого операции связывания он выполняется первым, потом выполняется функция и в нее передается результат выполнения PusterLM. Вот, чтобы такие конструкции не писать, да, в том числе даже с этим оператором то есть он то есть операция связывания только она игнорирует ну то есть сразу же игнорируем этот самый оператор параметр переходим к следующему элементу придумали сокращенный синтаксис который называется синтаксис do ну вот тот вариант do который первый да то есть PusterLM то есть я все остальное беру прям и так интерактивно он связывает вот этим оператором то есть мы не используем на M плюс первом шаге результат выполнения на предыдущем шаге ну этим отличается как раз монада IO теперь мы рассмотрим монаду для типа то есть это монад для типа IO unit кстати здесь unit совсем не обязательно должен быть тут могут быть другие типы данных но тогда у нас какие-то другие операции выполняются то есть не операции над просто печать текста на экран а именно операции и они еще потом какие-то значения внутри себя получают давайте рассмотрим монаду maybe да ну вот я напомню что такое maybe то есть maybe с некоторым параметром типом структуры она имеет вариант либо nothing либо част а то есть какое-то значение так как оно уже определено по умолчанию в хаскеле мы его закомментируем ну вот я сделал первую функцию которая по идее айди называется да то есть возвратить то же самое что было передано в аргументе просто я хочу дальше развивать это и вот я представил нашу конструкцию то есть maybe мы преобразуем в maybe идея такая то есть мы в случае если у нас действительно там инт передается в качестве параметра то мы его к нему прибавим 5 умножим на 10 и вот для начала функция реализована следующим образом она повторяет аргумент возвращает аргумент перегрузил программу запустил передал в параметр adjust 10 и получил в результате adjust 10 теперь нам нужно скажем написать эту функцию вот в таком вот виде при помощи оператора связывания тогда делаем следующим образом вот первый шаг то есть мы взяли операцию связывания взяли исходные конструкцию maybe int так и второй аргумент операции связывания это функция где у нас первый аргумент это целое число возвращаем мы соответственно конструкцию just i плюс 5 то есть операция связывания в i помещает то что нам передали в параметре maybe int то есть вот видите just 10 так это вот это вот 10 вот но операция связывания она берет вот эту десятку так и передает уже в качестве параметра и теперь мы ее можем и десятку с ней что-то сделать скажем прибавить к ней 5 и возвратить мы должны в качестве результата операции связывания тип maybe int это либо nothing либо just какое-то значение получается вот мы возвращаем just i плюс 5 ну тот факт что мы возвращаем just означает что мы смогли с этим числом в каком-то смысле правильно выполнить нужную нам операцию там например сложения если бы мы например хотели здесь разделить на 0 да то мы будем так скажем у нас не было бы возможности как-то правильно представить полученный результат в виде целого числа тогда мы должны были сообщить о том что это что-то неправильное и сообщить мы могли бы просто передавая nothing и вот возникает вопрос что если мы в качестве параметра maybe int зададим nothing что будет давайте просмотрим что у нас будет в принципе не так сложно угадать что будет будет nothing почему потому что так определена операция связывания для монады типа maybe int сейчас мы посмотрим в документации каким образом это делается вот я нашел кстати неплохая книжка вот эта викибук вот операцию bind для монады maybe то есть у нас на входе получается maybe а первый аргумент второй аргумент из а следует maybe в результате получается maybe как она реализована то есть наша структура так это функция вот это смотрим смотрим case m of если nothing то она возвращает nothing то есть функция g в этом случае не используется просто возвращается если же m представляет собой just x какой-то x значение тогда применяется функция g к x и g должна возвращать тип maybe b поэтому мы здесь возвращаем just i плюс 5 вот теперь нам нужно сделать следующий шаг собственно умножить на 10 тут конечно два варианта есть мы можем просто сделать i плюс 5 умножить на 10 и перезагрузить программу и запустить получилось то то есть 10 на 10 да либо можем представить это как набор операций сейчас я перепишу то есть вид вам будет уже знаком из предыдущего примера с монадой аем ну вот я переписал то есть сначала выполняем одну операцию возвращаем just five да так и потом связываем следующей функцией наше назначение то есть g попадает i плюс 5 так и возвращаем i плюс 5 умноженное на 10 в качестве результата то есть в конечном счете результат вот этой операции первого связывания должен быть равен операции ну то есть вот этому типу ну так как видите у нас тут что-то вроде рекурсии получилось хотя это не совсем так несколько вложенных операторов связываем то результат функции add5 mult 10 будет just j умноженное на 10 вот и теперь мы можем переписать это при помощи конструкции doom и что-то очевидно мы не можем использовать вот этот вот вариант да вот который был использован здесь вот но нам нужно как-то переписать в doom оператор связывания здесь это делает следующим образом то есть мы написали doom то есть я тут это все снизу оставлю закомментирую как тут комментирует так по-моему вот так редко приходит что-то комментировать в хаскеле то есть нам нужно каким-то образом получить первое значение i и вот это делается как раз при помощи обратной стрелки то есть вот так i из maybe in получается maybe int так вот и теперь нам нужно например это кстати делать не обязательно именно так как я пишу а и плюс что там плюс 5 да ну если уж совсем делать чисто да как это будет так just i плюс 5 можно написать здесь in можно написать вот именно касается do вот получили к just i плюс 5 и теперь вторую нужно скобку да вот эту вот то есть вторую функцию представить опять же делаем так j присвоить к взять из к значение так и теперь возвращаем just j умноженное на 10 я тут забыл скобки расставить то есть она у меня пыталась умножать just j например на 10 а так как умножать maybe на целое число хаскель не умеет он ругался вот здесь не могу это сделать но расставив скобки все у нас заработало вот теперь смотрите такой интересный момент внутри монады можно вариант где мы вот формируем структуру данных maybe да то есть это just заменять на специальную функцию которая называется return то есть если вы изучали классы хаскеля да то монада да как раз является классом внутри этого класса тип maybe то есть для типа maybe определен return return для некоторого значения x превращается в just x то есть у нас получается есть некоторый общий способ вернуть ну в некоторое в некотором смысле правильное значение сформировать для этого используется return это не очень удачное название ну это скажем с моей точки зрения вот return именно так назвать потому что обычно в языках программирования return означает что в этом месте где return находится мы прекращаем работу последовательности операций здесь же это совсем это не означает это просто мы формируем структуру данных just int в данном случае ну то есть ту структуру данных которая реально возвращает значение а не какой-нибудь там nothing или скажем сообщение с ошибкой return можно пользоваться другим если return вам как-то прийдет можно пользоваться другой функцией сейчас я ее найду вот она называется piv почему можно ей пользоваться потому что как видите в этом определении класса монады требуется чтобы вот этот m класс также обладал аппликативными свойствами свойствами аппликативного функтора сейчас мы не обращаем внимания что это такое просто здесь можно посмотреть что для аппликативного функтора определяется операция piv и вот видите что piv это из a получается f a а здесь return это из a m a а так как здесь m и f это одно и то же в данном случае получается то есть мы можем использовать piv то есть чистый то есть piv она обрамляет нашей структурой выражение которое в аргументе стоит то есть i плюс 5 или j плюс 10 попробовать попробовать теперь запустить запустите компилировалась и запустилась соответственно return просто удобно использовать как то есть случае если монада имеется имеется ввиду то есть ее суть этой монады заключается в том чтобы это выполнить некоторый набор операций то return в принципе неплохо работает но я например в зависимости от ситуации пользую либо piv либо return в конце можно было return написать и в этом случае конечно у нас смысл немного затуманивается резюмируя сказанное за первую часть моей лекции есть 2 операции связывания одна общего вида когда мы значения передаем из одной функции в другой и последовательно эти функции фактически запускаем если же нам эти значения не нужны мы используем вот этот оператор вот пример как раз это монада IO которая призвана организовывать процесс запуска нескольких операций ввода вывода тут например можно сделать следующим образом некоторые переменные что-нибудь считать ну вот я попытался в имексе запустить программу но она повесилась почему-то там видать все это со стандартным выводом вот я отдельно запустил main 1234 можно заново запустить ввожу печатаю в данном случае что у нас получилось мы считали getline это выполнение функций которые возвращает IO стринг вот этот стринг у нас попадает в а и вся вот эта операция вместе она также имеет тип IO юнит в этом смысле она коррект найдет дальше мы ее связываем оператором вот этим со следующей пустыры лен а и ну и дальше понятно у нас как обычно шло смотрим следующий пример еще одной монады называется список теперь мы пойдем обратным путем то есть мы сначала посмотрим определение операции связывания и функции фьюр ну или там return да и попытаемся этим воспользоваться для решения какой-нибудь простой задачки вот кстати текст по поводу того это более подробно объясняет что такое монады зачем их использовать вот видите всякие разные многоэтажные конструкции то есть при разных условиях у нас могут возникать что-то вроде ошибок вот но какие-то отдельные поддеревья у нас формирует уже нужный нам результат и мы если будем действовать чисто чисто функциональный парадигм у нас возникает такие сложные для понимания конструкции и мы их можем соответственно последовательно преобразовать то есть первый вариант то есть видите мы nothing отдельно и часто обрабатываем на каждую из операций дальше мы их упаковываем при помощи операции связывания и больше не обрабатываем nothing ну и дальше там по идее где-то здесь должно быть пример с до вариантом вот до вариантов и тут return последний значит скобки можно ставить можно не ставить они там определенную группировку делают но я скобками не пользуюсь так ладно продолжаем искать наш монаду list вот тут кстати объясняется это иерархия типов то есть монада аппликативный функтор и просто функтор и тут показывает что pure равно return а также в map равно lift m это отдельная песня конечно вот монада список значит return для нее определяется как обрамление некоторого элемента в одноэлементный список то есть там у нас было обрамление значения скажем целого числа в maybe конструктор just это что-то ценное вот дальше операция связывания она имеет вот такую теперь структуру типов то есть было м а потом а из него получается мб и в результате мб то есть это функция из а в мб это соответственно мб теперь вместо м поставляется прямо скобки вот эти списковые ну и вот смотрите что получается что связываем некоторый список xs да с функцией в результате получается что значит мы производим объединение элементов каких-то списковых да где xs для xs для каждого элемента выполняется функция f так то есть map fxs получается набор каких-то списков и мы их также объединяем в один большой список вот ее так определили в результате можно делать много чего интересного попробуем решить задачку есть два списка точнее есть список например да нужно сгенерировать декартово произведение его элементов но это очень простая задачка вот ну вот значит мы из xs то есть набор элементов мы должны при помощи некоторой функции получить наборы элементов где каждый элемент задается вот этой вот двойкой a b где a это элемент xs b ну это тоже элемент xs xs то есть если опять вернуться к определению вот у нас f да f у нас выполняется над каждым элементом xs то есть у нее тип это элемент xs а не сам список вот здесь мы тоже самое имеем да но только f у нас вот в этом месте да является id ну то есть вот мы взяли значение a и больше с ним ничего не делаем то есть мы не преобразуем вот в принципе да и вот взяли b тоже функция отдельная да то есть сначала взяли a потом a передали вот в эту конструкцию но в этой конструкции мы a не используем а взяли b ну то есть это второе число какое-то у нас два сцепленных байндом две две сцепленных байндом операции и вот сейчас мы их перепишем чтобы было понятно вот я чисто формально представил да то есть из xs заберем a вот она да потом из xs берем b то есть мы a взяли и ничего с ним не делаем пока потом взяли b и представили результат в виде скобки a b ну может было здесь самый пиво написать но мы здесь ничего не испортили при этом это был ближе к самой монаде собственно что подтверждает корректность вот но можно в принципе этими монадами заменять структуры list comprehension то есть вот эту структуру то же самое можно сделать таким образом что есть некоторый список l там скажем xs a b c d тут правда не совсем у нас хаскель получается то есть список m2 b таких что а у нас идет из xs и b идет из xs ну вот мы получили то же самое то есть мы можем монады заменить list comprehension то есть списковую структуру то есть так скажем резюмируя сказанное по поводу монад на данный момент самое главное в них понимать вообще говоря что делает оператор байнд то есть монаде айу она просто передает значение ну и в мэйбе кстати тоже да просто передает значение от оператора к оператору функции к функции и все функции они должны быть аргументные одноаргументные как параметр вот этой штуки параметр операции связывания интересная монада стейт вот она помимо того что изменяет некоторые значения да оно еще может менять свое состояние ну и для нее тоже есть операции связывания нескольких состояний в одно состояние исследование из одного состояния в другое состояние более подробно вы можете это изучить вот на стадии 2 вот это вот открытого бесплатного курса на сайте Haskell MOOC FI Финляндии университет имени университет Хельсинки тут все очень подробно на английском языке он достаточно простой рассматривается есть набор тестов которые вы должны выполнять вот чтобы изучить этот курс там довольно все непросто я могу лишь одну такую подсказку сделать глобальную по всему этому что некоторые задачи здесь решается чисто при помощи анализа вот этих вот сигнатур то есть например вам задана некоторая начальная структура да типа там некоторые конечная структура и вы должны подобрать функцию которая из А в А в данный случай преобразует есть такие интересные задачи это первое второе вам нужно не то есть программисты не склонны к абстрактному мышлению в некоторых случаях для того чтобы задачу решить нужно именно максимально абстрагироваться ну то есть до того уровня когда вы эту задачу решить сможете то есть какие-то дополнительные предположения о структуре функтора то что это такое оно иногда мешает для решения задач я тут обещал показать связи между монадами функторами и аппликативными функторами с аппликативным функтором я до конца еще не разобрался но в принципе там более менее понятно что к чему вот значит здесь у нас монада это частный случай аппликативного функтора то есть все что для него здесь написано для типа м реализовано где-то в аппликативном функторе то и справедливо и для монады м кстати некоторые задачи вот в мук решаются например с аппликативными функторами добавлением ограничения на него монады то есть вместо того чтобы использовать операторы вот эти можно использовать операторы вот эти они на самом деле попроще потому что монада это частный случай аппликативного функтора не все структуры для которых можно сделать аппликативный функтор для них можно сделать монаду но это редкий случай это кстати там тоже указывается вот в аппликативном функторе определяется Я иду в обратную сторону Немного непонятно, конечно Вот эта операция Pew Которая обрамляет нашу конструкцию Еще конструкцией F То есть вот Вот этой структурой данных Для которой мы задаем свойства аппликативности Есть интересная такая конструкция Она называется звездочка Она Что делает У нас есть обрамленная функция Из А в В И мы передаем параметр То есть обрамленный вот этот А И получаем обрамленный В То есть мы распаковываем А Распаковываем нашу функцию Применяем функцию к А Получаем результат В И его потом запаковываем в В Есть частный случай такой конструкции Когда у нас передается То есть здесь Ну она связывает два По сути говоря Два вот этих функтора ФА и ФБ Выбирает из него правый функтор Здесь выбирается левый функтор Ну при помощи этой конструкции Можно например что-то игнорировать То есть в последовательностях Вот А теперь смотрим Идем Так сказать В сторону упрощения То есть аппликативный функтор Является Частным случаем функтора А для функтора определяется Вот такая конструкция Называется ФМАП То есть есть МАП А здесь ФМАП В чем отличие от МАПа Отличие в том Что мы в качестве второго параметра Передаем Уже обрамленную конструкцию И вот ФМАП что делает Он берет Распаковывает Откидывает От ФА Ф Применяет Первый аргумент К нему То есть функцию К А Получаем Б И запаковываем его в Б То есть получается Что мы что делаем Мы берем То есть функтор Как конструкция Именно программистская Есть еще конструкция Теории категорий Сейчас я тоже вам покажу То есть у нас есть Некоторая структура Внутри Ф Ну или там Значение какое-то И мы его там Внутри модифицируем Получаем новое значение Ну внутри Этой же структуры Вот а вот здесь Вот в аппликативном функторе Мы также Саму функцию Представляем В виде Запакованного Это вот основное Отличие функтора От аппликативного функтора Ну и для него Тут вообще Вот эти операции Добавляется Есть Операция запаковки еще Ну вот собственно Функтор Вот такая конструкция Ну вот тут На самом деле Довольно просто Воспринимаемое Математическое Задание его Дефиниция То есть вот Функтор это морфизм Из категории С В категорию Д Ну там морфизм Это обобщение Между Понятиями Отображения Обрамления Преобразования Связи И так далее То есть у нас есть Нечто То есть категория С То есть это Функтор Теории категории Там был функтор В смысле Структур данных То есть это разные вещи Но суть их примерно Одинакова То есть категория Ну пусть некоторые Конструкции Хотя на самом деле Неправильно так говорить То есть конструкции С определенными Ограничениями Так вот Функтор в категориях Это Такой вот Морфизм между Категорией С В категорию Д Вот Такое что Выполняется Вот эти конструкции Вот То есть все Идентики Преобразования Ну то есть Не меняющие Ничего Преобразования Они Соответствующим образом Преобразуются Да кстати Преобразуется Функтор Все элементы Этой конструкции Ну взять этот рисунок Например Скажем у нас была Категория Вот это А, Б, С Вот это Одна категория И функтор Ф Отображает Скажем Вот это А Ф от А То есть это Какой-то объект Второй категории Это Д Категория У нас Вот Некоторый объект Ф А Ну мы его здесь Никак не обозначаем Но единственное Что мы можем сказать Что он Из А Получается Применением К нему Функтор Ну такая Абстрактная Теория Значит Есть Объект С Мы его Преобразуем В Ф С И объект П Он преобразуется В Ф Б Вот Если Точнее не если А они всегда Есть Морфизмы То есть Категория Она состоит Из объектов И морфизмов С ограничениями Еще Вот Если Морфизм У нас Есть Дельта Который Из А В Б То Для Дельты Тут тоже стрелка Видите Не нарисован Есть Свой морфизм Из Ф А В Ф Б А морфизм Это называется Ф Дельта То есть Какая-то Другая функция Вот Поставлена В соответствии С Дельта Она Отображает Ф А В Ф Б Ну и Аналогично Все остальные Морфизмы Скажем Был морфизм Т Из В В В В В В То Соответственно Ему Есть Морфизм Ф Из В В В В В В В Вот Здесь Тау Дельта Вот Эта Штука Обозначает Супер Позиция Двух Функторов Двух Морфизм То есть Морфизм Тета И морфизм Дельта То есть Тета Ну Дельта Видите Он преобразует Из А в В А Тета Из В В С Соответственно Тета Дельта Преобразует Из А в С Вот Это Собственно Одно из свойств Категории То есть Если есть У нас Два Морфизма Соединяющих Скажем Три Объекта Таким Образом То Должен Быть Обязательно Морфизм Соединяющий Из А в С Это первое Ограничение Второе Ограничение Для каждого Объекта Должен Существовать Морфизм Айдей Который Из А в А Преобразует Это Айди А Из Б В Б Это Айди Б И из С В С Это Айди С Есть Теорема Которая Говорит О том Что мы Объекты Б Ну а Б И С Вот и все Объекты Внутри Категории Можем Заменить Просто На эти Морфизмы Айдей Это Будет То же Самое Ну и Получается Что Вот этот Вот Функтор Ф Вот эти Айди Морфизмы Также Преобразуют Соответствующие Айди Морфизмы Во второй Категории Да В Д Категории То есть Это будет Айди Морфизм Айди Морфизм Ф От С Ну вот Видите Айди Ф От А Получается То есть У нас Некоторый Объект А есть Для него Айди Существует Да Потому что Это Категория То есть А Это Объект В С Для него Есть Айди Мы Его Функтором Не Преобразуем То есть Саем Ему Соответствие Вот этот Айди Ф От А То есть Должен быть Обязательно Такой Морфизм Ну и Плюс Еще Не Не показал Вам На той Картинке Сейчас Вернемся Обратно То есть У нас Была Здесь Суперпозиция Тау Дельта Соответственно Ей Ставится В суперпозицию Суперпозиция Ф Тау Дельта И Для нее Будет Справедливо Что Ф Тау Дельта Это Равно Ф Тау Суперпозиция Ф Дельта Ну потому Что У нас Опять же Здесь Видите Свойства Категории Это у нас Морфизм Ф Дельта Это Ф Тау Соответственно Этот Морфизм Будет Ф Тау Ф Дельта То есть Нужно Здесь Написать Равно Ф Тау Ф Дельта То есть Много Чего Здесь Нарисовано И Вот Это Довольно Проблематичный Момент В теории Категорий Она Очень Интересная Штука Ее Мало Где Преподают В университетах В России Там Может Быть В НГУ В НГУ Есть Я Встречался Со Специалистами Которые Владеют Теории Категорий Несколькими И Одному Задал Прямой Вопрос Почему На Вот Этих Вот Диаграммах Это Коммутативные Диаграммы Называется Почему На Коммутативных Диаграммах Математики Показывают Не все Морфизмы И В ответ Я Услышал Такое Что-то Вроде Ругательства А Эти Математики Они Вечно Думают Что Читатель Все Сейчас Найду Картинку Попробую Что-то Подобное Есть у нас Оригинальный Объект Девушка И у нее Приденная Структура То есть Есть Правая Рука Левая Рука Голова Нога Нога И Это При помощи Источника Света Сзади Проецируется На землю Здесь Структура Тора Сохраняется Нога Нога Правая Рука Левая Рука И голова При Определенных Условиях Естественно Тут Пример Функтор Морфизма Ну Хотя Морфизм Можно Девушку Представить Как категорию Это еще Вопрос Но Как бы Идея Вот этого Функтора Она Здесь Неплохо Передается Вот Она Это Вот Тот Самый Эндо Функтор То есть Мы В Качестве Категории С Это Категория С Берем Категорию С И в Качестве Категории Д Тоже Берем Категорию С То есть Она Сама В себя Отображается Конструкция И Здесь Появляется Понятие Моноид Специальная Категория Обладающая Интересным Свойством У нее Всего Один Объект Та Кстати Они Открылась Ну Вот Я Кстати Нашел Мир Моноида Моноидом Является Вот Эта Вот Часть Вот То есть Есть Один Объект И Куча Разных Их В В Общем Случае Много Много Разных Морфизмов Из Него В Девожи Ну Плюс Еще Единичный Морфизм Значит Пример Такой Конструкции Это Тип Данных Строка Например То есть И В качестве Стрелки Это Прибавление К строке Какой-то Другой Строки То есть Единичным Морфизмом Здесь Является Прибавление К строке Пустой Строки То есть Она Не Меняется Да То есть Самая Но Тип Не Меняется Мы же Относительно Типа Здесь Рассматриваем А не Самой Строки Можно И Саму Строку Убрать Да То есть Строка То есть Набор Символов Именно Как Набор Символов То есть Набор Символов Пустая Строка Или Набор Символов Строка Из одного Элемента Потом Добавляем К нему Еще Один Элемент Получается Опять Набор Символов То есть Объект Это Именно Вот В этой Постановке Мы можем Конечно Делать Для Каждого Набора Символов Отдельный Объект Это Будет Другая Категория Или Там Другой Аспект Рассматрения Этой Задачи Так Вот Если В качестве Вот Этих Ф Ж Морфизмов Является Выступают Функтор То есть М Это Категория И Функтор В Нее Саму Отображает То Этой Конструкцией Называется Монада Но Этот Функтор Как он Отображает Саму Себя Называется Эндо Функтор Вот Это Кстати Та Статья Которая Более Менее Качественно Объясняет Суть Категорий Кстати Одна Из Новых Книжек Как раз Категории Для Программистов Тут Ее Даже Переводят Похоже Ну В общем Я надеюсь Что У меня Все Получилось Показать Вам Вот Эти Существующие Существующие Теорию И Практику Относительно Монад Хаскелевских Да Ну Тут Еще Кстати Можно На Википедии Посмотреть Пример Того Как Эти Монад Реализуются Например В языке Java Вот Видите Bind Не узнаете Ничего Нового Да Тут Операция Bind Есть Такая Конструкция Как В JavaScript Она Называется Promises Она Очень Очень Сильно Походит На Ту же Самую Категорию Единственное Что там Бывают Варианты Выбора Еще То есть Лучше Если Повезло Ну Там Какой-то Элемент Загрузился В случае Если Не Повезло Но В случае Монад Мы Понимаем Как это Реализуется Реализуется При помощи Одного Связывания Но Вот Эта Сама Стрелка Она В случае Nothing Она Не запускает Вторую Функцию Но Это Что касается Maybe Здесь Мы Можем В принципе Эту Конструкцию Наверное На Конструкцию Похожую На Монаду Представить То есть О чем Я хочу Сказать Что Мона Конструкция Монад Она Присутствует Во многих Языках Программирования В той Или Иной Форме Ее Следует Конечно Изучать Всем Спасибо До Следующей Встречи Встречи Встречи